Здравствуйте! Это программа Диалог. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня в центре внимания 20-я международная выставка «Весна в Гомеле», которую на этой неделе в рамках экономического форума принимает областной центр. Знакомьтесь с моими гостями и присоединяйтесь к диалогу. Марина Владимировна Филонова, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорыны по специальности Организация механизированной обработки экономической информации и современный иностранный язык и внешнеэкономическая деятельность. Трудовой путь начала инженером на Гомельском радиозаводе в 1981 году. С 1989 в Гомельском облсполкоме. Специалист отдела внешнеэкономических связей Комитета экономики. Заместитель председателя. Начальник отдела внешнеэкономических связей Комитета экономики. Советник председателя облсполкома. С 2013 года генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Свои вопросы Марине Филоновой прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Марина Владимировна. Рад снова видеть в студии телерадиокомпании Гомель. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое за приглашение. Марина Владимировна, как мне кажется, эта неделя, а точнее, будет сказать, эти недели не просто насыщенные, но и по-настоящему ответственные для вас и вашей команды. Как настраиваетесь на успех? Это действительно самое важное для нас мероприятие. Это крупнейшая выставка для нас и для Гомельской области. Поэтому настраиваемся в труде. Вся команда очень ответственно подходит к тому, что мы делаем, потому что мы понимаем, что мы делаем серьезное и очень важное дело для продвижения имиджа нашей области. Что ж, уважаемые гости, о наиболее значимых деталях и, конечно, интересных для каждого из нас деталях, связанных с международной выставкой «Весна в Гомеле». Мы поговорим этот неполный эфирный час по традиции в прямом эфире. Но пока наша традиционная рубрика «Обзор событий» предстоящей недели. На этой неделе в регионе пройдет финальный этап республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. 21 и 22 мая в областном центре пройдет республиканский конкурс «Моя студенческая семья». С 23 по 26 мая «Гомель» принимает 20-ю международную выставку «Весна в Гомеле». В пятницу, 24 мая в областном центре пройдет 16-й международный экономический форум. Аельская районная центральная библиотека проведет праздник «Рушника». 24 мая Гомельский государственный медицинский университет встречает участников республиканского научно-практического семинара «Современные тенденции в таракальной и сосудистой хирургии». В воскресенье 26 мая Гомельская областная универсальная библиотека приглашает на фестиваль книги «Читай, Гомель». Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость студии – генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Из анонса событий предстоящей недели зрителям становится понятно, что эти 7 дней для региона и не только пройдут под знаком весомых экономических международных событий. Как по-вашему, что в первую очередь будет интересно тем делегациям, тем иностранным гостям, которые приедут в регион для участия и в Международном экономическом форуме, и в выставке «Весна в Гомеле»? Ну, я бы разделила, наверное, тех гостей, которые к нам приедут в эти дни, на две части. Одна – те, которые хорошо знают наш регион и являются нашими постоянными партнерами. Им интересно увидеть, отчего мы достигли за этот год, который прошел с момента того форума и той выставки. Другая часть – те, которые впервые приедут к нам. И, разговаривая с ними по телефону, рассказывать о том, какие мы хорошие и какие мы красивые – это одно. Нам очень хочется, чтобы они увидели все это своими глазами и поняли, что мы действительно очень важный и очень крупный и серьезный деловой экономический партнер. В то же время, чтобы они увидели, как много талантов у нас и как красива наша Гомельская область. То есть, как мне кажется, стратегическая задача и форума, и выставки – это не просто привлечение инвестиций, что, безусловно, важно, но и еще – это имиджевый проект. Безусловно. Имиджевая составляющая таких мероприятий, она сейчас во всем мире очень серьезно оценивается и серьезная работа ведется над этим. Потому что имидж – это то, что привлекает в регион и экономистов, и бизнес. Это и событийный туризм, что сегодня пользуется популярностью. Это то, что мы говорим, событийный туризм, это то, что сейчас называют индустрией встреч. И я вам хочу сказать, что очень серьезная конкуренция в этой сфере идет. Потому что регионы воюют, скажем, конкурируют между собой за тот бизнес и тех людей, которых они могут привлечь себе, за иностранных партнеров. И почему мы, как Гомельская область, которая действительно является, скажем, я бы даже назвала первооткрывателем того, что мы стали проводить два мероприятия, выставку и форум в одно время. Это очень важная составляющая. И учитывая то, что мы давно это проводим, это как раз говорит о том, что мы среди первооткрывателей этого в Беларуси. Два десятка лет. Вот история Гомельской выставки «Весна в Гомеле». Когда-то она, наверное, именно так называлась. Это было небольшое мероприятие в сердце областного центра, в ОКЦ, если не ошибаюсь. Мы, кстати, в преддверии программы отыскали несколько исторических уже сегодня снимков. Давайте смотреть и комментировать. Ну, как видим, небольшие павильоны. Расскажите, с чего все начиналось? Начиналось с небольшой региональной выставки, которая демонстрировала товары народного потребления. Называлась она «Универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления». Это было 40 организаций. Это была совсем даже не вся площадь общественно-культурного центра. Это был только такой небольшой уголок, ну, 100 квадратных метров. Если мы говорим о том, что теперешняя выставка – это более 5000 квадратных метров, можете представить масштабы. И в то же время я считаю, что вот тогда и момент, и время, сам период, весна было выбрано очень правильно. А вот если говорить, подводя черту, вот 20 лет опыт Гомельской области в проведении солидного такого серьезного мероприятия с экономическим эффектом, вот все-таки, насколько успешно нам удается привлекать в Гомель благодаря таким мероприятиям серьезные инвестиции? Эффективность – самая важная составляющая, особенно, когда мы говорим о тех мероприятиях, которые мы проводим вместе с бизнесом. Поэтому задача Гомельского отделения в данном случае была привлечь именно бизнес. Бизнес – тот, кому интересен наш регион. Поэтому приезжают те, кому действительно интересна Гомельская область. Никто сейчас в большинстве случаев просто так ездить не будет, нет времени. К тому же много интересных моментов и в других странах. Поэтому вот эти нюансы, эти изюминки, их надо находить. И, конечно, нам очень важно удерживать наших экономических партнеров. А все оценивается суммами контрактов. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле – 340-043. Сообщение можно отправить и в Вайбер. Номер инфолинии – плюс 375-29-340-043-3. Марина Владимировна, ну а сейчас поговорим о программе выставки «Весна в Гомеле», программе 2019 года. Церемония открытия запланирована на 24 мая. Что ждать участникам и тем, кто из гомельчан, решит поучаствовать в мероприятии? Выставка начинает работу на день раньше – 23 мая и закончится 26 мая. 24 мая мы ждем гостей форума. Мы ждем наших высокопоставленных гостей. И поэтому 24-го, то, о чем вы говорите, торжественное открытие состоится на центральной площадке нашей выставки. В этом году концепция выставки «Гомельская область – ваш партнер». И мы хотели показать, что мы партнеры во всех отраслях и пытаемся на одной площадке. Уникальность этой выставки, что только мы, Гомельская область, здесь представлены, плюс представлены стенды коллективные наших иностранных партнеров. Поэтому 7 мероприятий в этом году, и каждый год мы наращиваем 7 мероприятий на одной площадке выставки, пройдет в этом году. Об этом детально еще поговорим. Только в прошлом году, насколько знаю, приняло участие в выставке порядка 30 тысяч человек из 32 стран мира. Какие планы на 2019-й рекорд? Планируете побить? Ну, мы планируем и, в общем-то, побили, скажем, рекорд прошлого года по количеству площадей выставки. Потому что они действительно расширены и расширены торговыми рядами, которые являются хорошим, красивым продолжением той выставочной экспозиции, которая застраивается внутри Манежа. Поэтому это составляющая. И когда мы говорим о том, какой интерес мы привлекаем как регион, то я бы сказала, что выставка ремесленников, праздник ремесленников, который проходит в рамках весны, это и демонстрирует. Мы там не ограничиваем возможности и интерес наших партнеров. 28 регионов из Республики Беларусь, России и Украины принимают участие в этом году в выставке ремесленников. Марина Владимировна, мне подсказывают на нашей инфолинии Viber накопились все вопросы от зрителей. Предлагаю озвучить буквально короткие ответы. Итак, Игорь Иванович из Гомеля интересуется, в прошлом году выставка проходила в Советском районе. Почему решили поменять площадку? В прошлом году тоже проходила на Манеже. Два года назад проходила. Два года назад. Да, в Советском районе. Это была очень хорошая площадка. Она нас тоже устраивала. Молодой, растущий район. И нам тоже было интересно. К сожалению, мы использовали помещение катка, которое на сегодняшний момент немножко не соответствует тому, что нам хочется показать. Поэтому вопрос касается больше внутренней экспозиции. Поэтому это было приоритетным для того, чтобы выбрать внутреннюю экспозицию для нашей выставки. Конечно, нам в Манеже нравится. Тем более, что с такими масштабами, которые уже сегодня имеются, площадка необходима достаточно большая. Еще один вопрос. Пару лет назад оказался на выставке. Масштабно. Но хотелось бы от участников в этом году больше интерактива для гомельчан. Не только стенды и буклеты. Как считаете, имеет ли место быть такие, ну вот, где-то, может быть, недоработки со стороны участников, тех, кто на стендах непосредственно работает? Ну, вы знаете, я как раз хотела бы сказать, что на стендах у нас стала вестись активная работа. И меня это очень радует. Стенды у нас живые, красивые. И они действительно такие вот динамичные. Но для того, чтобы мы могли показать, презентовать конкретные предприятия, мы же застраиваем и презентационную зону. На сегодняшний момент мы застраиваем два конференц-зала. У нас есть возможность провести большое количество переговоров. В прошлом году 50 мероприятий деловых мы проводили в рамках выставки. То есть это площадка для проведения переговоров. Мы собираем всех людей, чтобы и гостей, чтобы гомельчане увидели, какие достижения в Гомельской области сейчас. И на стендах могли провести переговоры. И еще один вопрос. Весна в Гомеле. Ждем с нетерпением. Это, конечно, приятно, думаю, вам как организаторам слышать. Живем рядом с дворцом легкой атлетик. Скажите, будут ли в этом году дегустации? Можно ли ждать реальных скидок от производителей? Ну, я думаю, что это мнение, это вопрос от большого количества гомельчан. То, что действительно интересно. Дегустации всегда проводятся. И что касается выставок, это очень важная составляющая. Конечно, дегустации. Конечно, нужно попробовать продукцию. И, в принципе, все организации это делают. Предприятия с удовольствием выйдут на это, потому что это в том числе промо-мероприятие для них. Это самим им интересно. И вы вот, если посмотрите, когда придете на выставку, вы увидите, они сами это действительно делают с удовольствием. Что ж, ну, мы сейчас услышали частично ожидания гомельчан, зрителей «Беларусь-4». Ну, а прямо сейчас в репортаже моих коллег хочется узнать, чего же ждут партнеры и участники выставки «Весна в Гомеле-2019». Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Гомельский химический завод Гомеля в этом году и ее официальный партнер. Для предприятия это еще одна возможность найти новых покупателей. Вообще, рынок удобрений сегодня характеризуется жесткой конкуренцией. Но гомельчане считают, что даже в таких условиях имеют все шансы для дальнейшего развития. Конкуренция есть. И она существенна только за счет качества, за счет уникальности. Порой мы предлагаем уникальные продукты. Мы где-то являемся первыми, которые этот продукт выводят на рынок. И в целом, сила наша в чем? В том, что мы можем производить относительно небольшие партии продукта под конкретного потребителя. То есть, если большие монстры, холдинги российские, они заряжают большой объем, 20, 30, 40 тысяч производят. Ну и, соответственно, хочешь не хочешь, покупай именно такую марку. Мы же можем и 2, и 3, и 5 тысяч производить, если нужно какому-то конкретному потребителю, именно удобрения с определенным набором микро- и макроэлементов. Семинар «День поля» прошел в апреле этого года на территории Рогачевского района. На протяжении дня его участники знакомились с возможностями современной сельскохозяйственной техники белорусского холдинга «Амкадор». Сегодня это предприятие выпускает более 650 наименований продукции. «Амкадор», а точнее его торгово-сервисный центр «Амкадор Гомель» в регионе работает с августа 2011-го. Уполномоченный осуществлять реализацию гарантийное и сервисное обслуживание продукции холдинга, он занимается еще и ее активным продвижением. Гомельский филиал – постоянный участник выставки «Весна в Гомеле». По словам руководства, это действительно хорошая возможность не только популяризировать машины, но и искать новых партнеров, в том числе за пределами Беларуси. В качестве подтверждения – конкретный пример. Мы находим и в Беларуси, и находим и все те, которые представители приезжают на эти выставки, чтобы рекламировать эту технику дальше не только в ближнее, а и в дальнее зарубежье. Например, когда приходят в прошлом году 20 разных иностранных компаний, которые также посетили наши стенды. Египтяне интересовались, Югославы интересовались. В прошлом году очень сильно. И, кстати, Египет и завязался из-за выставки именно «Весна в Гомеле». были в УКХ, в головном предприятии, и заключили контракт на поставку МКД «Русской техники» в Египет. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии – генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Марина Владимировна, ваши короткие комментарии по увиденному материалу. Ну, вы знаете, наши партнеры в этом году очень серьезные организации. И надо сказать, вот мы говорили о том, как начиналась выставка. То есть к той универсальной выставке сложно было подтянуть партнеров, которые стали бы поддерживать это мероприятие. И то, что в этом году такие предприятия, как Гомельский химзавод, Амкадор Гомель, Беларусьнефть, и еще девять организаций являются нашими партнерами. Это говорит о том, что, наверное, они нам поверили, наверное, они надеются, что эффект от этой выставки может быть больший. Поэтому, конечно, мы бы хотели ожидания наших партнеров как раз удовлетворить максимально. Поэтому мы все стараемся сделать для того, чтобы у них состоялось максимум переговоров, чтобы сделать задел на будущее, возможно, чтобы провести действительно какие-то интересные переговоры, которые приведут к результатам. Что ж, ну а прямо сейчас предлагаю более детально обсудить программу или начинку выставки «Весна в Гомеле». Основное наполнение – это площадка Дворца легкой атлетики в Гомеле. Все верно? Что ждать жителям региона? Ну, площадка, она вообще предоставляет возможность ознакомиться практически со всеми отраслями Гомельской области. Это потенциал Гомельской области, наши возможности. Да, и мы ее формируем именно таким образом, чтобы все предприятия были представлены на этой площадке. В этом году мы сделали акцент еще на том, чтобы был представлен не только крупный бизнес. В этом году мы максимально работали над тем, чтобы были представлены предприниматели, малые предприятия, индивидуальные предприниматели. Поэтому они имеют возможность продемонстрировать себя на этой выставке. Нас радует, что с каждым годом их становится больше. Значит, если бизнес наш подтягивается, не крупный, к такому мероприятию, значит, действительно оно для них эффективно. Для вас, как организаторы, это тоже своего рода лакмусовая бумажка. Да, для нас это оценка, и мы обязательно анализируем, мы обязательно проводим анкетирование среди всех экспонентов, мы собираем их пожелания, мы оцениваем, что им понравилось, что им не понравилось, чтобы уже отталкиваясь от этого, следующее мероприятие делать более полезными именно для наших экспонентов. Двигаемся дальше по афише «Весны в Гомеле». Рядом с манежем выставка крупногабаритной техники и торговые ряды. Что бы рассказали интересного их наполнения? Выставка крупногабаритной техники. В общем-то, она ориентирована, наверное, в большей степени на тех гостей, которые приедут и не видели, никогда не бывали в Гомельской области, чтобы продемонстрировать то именно крупное машиностроение, которое у нас в области присутствует. Но эта выставка крупногабаритной техники, я бы сказала, она очень привлекает гомельчан. И детей, и взрослых. Потому что это интересно, детей, да. Потому что увидеть во всем объеме вот эту действительно крупную технику, комбайны, столько желающих, поэтому там всегда есть посетители. А для деловых кругов, конечно, нам важно тоже это показать, потому что многое меняется. Да, есть очень многие инновационные проекты, инновационные продукты. И для этого мы проводим вот эту выставку крупногабаритной техники и промышленных образцов. И, как видим из сюжета, как раз-таки именно такого рода выставки помогают, реально помогают предприятиям получать новые контракты. Но здесь, наверное, все-таки, если говорить о предприятиях, то они более ориентированы на специализированные выставки. А то, что мы показываем, и в том числе крупногабаритную технику, это я опять же хотела подчеркнуть, что это потенциал региона. Почему мы говорили о том, что представлены все отрасли, а в области фактически максимум тех областей, которые могут действительно показать и крупное машиностроение, и сельхозмашиностроение, и металлопереработку, и пищевую, агропромышленный комплекс, потому что большая часть выставки отдана предприятиям агропромышленной сферы, и область в этом сильна. Двигаемся дальше. Гомельская весна. Это хоть достаточно молодое направление, хоть достаточно молодой проект, но уже тот проект, который полюбили участники, я говорю сейчас про праздник ремесленников. Мне кажется, это в том числе ваше детище, потому что, помню, как только все начиналось, насколько масштабным стал проект сегодня. Да, спасибо, что вы сделали акцент на этом, потому что именно с вами мы когда-то его и начинали, и идея наша была именно расширить потенциал и обзор нашей выставки, дополнив ее национальным колоритом, и тогда мы продумали поработать с ремесленниками, чтобы они представили и дополнили вот эту вот красивую картинку. И на тот момент, в общем-то, это и удалось сразу. Мы постарались отработать с нашими максимальными регионами, с нашими районами областными, но сейчас настолько выставка стала интересна. В шестой раз мы ее проводим в рамках весны в Гомеле, и я уже говорила, 28 регионов всех областей, Республики Беларусь и города Минска присутствуют на этой площадке и хотят себя продемонстрировать. Ну и, конечно, мы хотим показать, о чем еще мы интересны. 24 и 25 мая запланированы концерты под открытым небом. Это все к той цели, как понимаю, сделать выставку настоящим праздником для гомельчан, гостей проекта. Кто примет участие? Насколько разноплановые группы и артисты? 13 известных гомельских групп, те, которые известны нашим гомельчанам. Мы сделали им информационную рассылку и пригласили их принять участие в концертной программе. И вы знаете, меня очень радует, что они поддержали эту идею, и она уже сейчас работает. Мы всегда старались продвинуть и показать наши таланты. Мы работали и с колледжами искусств, мы работали с Соколовского, мы показывали наши таланты, детей наших показывали на нашей концертной площадке. И уже три года, как мы застраиваем большую сцену, именно для того, чтобы у них была отдельная площадка, себя продемонстрировать. Но вот такой формат, чтобы нас поддержали и партнерами нашего мероприятия стали известные гомельские группы, нас очень порадовало в этом году. И я, пользуясь случаем, хочу им сказать огромное спасибо, потому что это очень хорошая добавка, вот именно вымеджевую составляющую нашей области. 13 коллективов. Просто уверен, каждый найдет для себя группу по душе. Еще интересное, яркое, уверен, событие – праздник молдавской культуры. Это первенец выставки в этом году, да? Ну, вы знаете, для того, чтобы поддерживать формат крупнейшей региональной выставки страны, его надо все время расширять и что-то все время дополнять и придумывать, что мы и делаем. Поэтому в этом году мы дополнили его первым региональным таким праздником. Вообще эти праздники все проводятся, проводились до сегодняшнего года, до этого года в Минске, и проводятся они около ратуши. Мы с посольством Молдовы, с послом Молдовы Виктором Васильевичем Сарачаном проговорили, это было его предложение, давайте мы пойдем в регионы, мы хотим, чтобы и регионы видели этот праздник. И поэтому вот получился такой праздник Дни Молдовы. Марина Владимировна, мне подсказывают, есть звонок от зрителя, предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алена. Ваш вопрос. Я ремесленник из Гобеля, делаю сувениры из глины. И я, к сожалению, поздно увидела о том, что проходит такой праздник мастеров, и не успела подать заявку. И вот увидела вас по телевизору, и решила, пользуясь случаем, спросить, можно ли с опозданием присоединиться к этому празднику, и тоже как ремесленник выставится на празднике мастеров. Марина Владимировна, спасибо большое. На сегодняшний момент 125 участников у нас зарегистрировалось на праздник ремесленников, но мы не закрыли. 126-го возьмете? Возьмем 126-го. Заявку можно скачать на нашем сайте. CCI.GOMEL.BY. Посмотрите, пожалуйста, можете набрать Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, и вы выйдете на сайте, прямо сразу у нас стоит баннер «Весна» в Гомеле. Там найдете полную информацию, более детальную даже по сравнению с тем, что мы сейчас обсуждаем, и можно задавать вопросы, все контакты там есть. Поэтому вам с удовольствием наши сотрудники ответят на вопросы. И, конечно, мы рады будем видеть большее количество участников и ремесленников на выставке. Спасибо за ответ. И еще не могу не проанонсировать. Всю неделю с 20 по 26 мая в ресторанах Гомеля проходит гастрофест «Вкусная весна». Какой она будет, «Вкусная весна», наверняка проработано специальное предложение, возможно, с национальным колоритом? Конечно. Мы для этого и задумывали. «Вкусная весна» должна быть по-гомельски вкусной. То есть, конечно, мы бы хотели, чтобы это блюдо национальной кухни были. Поэтому мы тоже бросили такой клич. И вот 7 ресторанов и кафе Гомеля подтвердили свое участие. Среди них вот «Сибры», «Батьки», «Корчма» и кафе, которые будут в эти дни с 20 по 26 включать в блюда своей кухни, именно национальные блюда. А мы распространяем и даем возможность тем людям, которые придут, попробовать эти блюда, чтобы они стали участниками наших мероприятий. Мы даем им программку, передаем ее через эти кафе и рестораны. То есть, вот таким образом стараемся включить, скажем, то сарафанное радио, которое тоже, надеюсь, прорекламирует мероприятие наше. Марина Владимировна, не так много времени остается у нас в эфире. Вот только из того, что мы сегодня успели сказать, мне кажется, каждый зритель понял, что задачу поставили организаторы амбициозную. Сделать не просто очередное мероприятие, это должно быть событие, о котором будут еще долго говорить, события, которые будут еще не один раз ждать. Очень надеемся, потому что, вот правильно вы сказали, я абсолютно согласна с вами, нам очень хочется, чтобы это было событие. Потому что выставка – это хорошо, их много, и мы их много проводим, и все их много проводят. Но мы очень стараемся, чтобы это было событие, интересное для наших иностранных партнеров и очень интересное для жителей нашего города. Брендовое мероприятие. Брендовое, безусловно. Что ж, уважаемые друзья, но прямо сейчас время нашей традиционной рубрики «Есть мнение». Мои коллеги на днях спросили у гомельчан, а что на их взгляд может стать по-настоящему брендом Гомельской области. Я думаю, дворец Паскевич и Румянцевых и парк – чудесный город. Один из лучших в нашей республике, в Европе, может быть. Я думаю, какое-то предприятие, которое выпускает хорошую продукцию. Я знаю, что здесь химзавод, есть «Кристалл», есть «Восьмое марта», но именно что можно считать брендом, не знаю. Бренды Гомеля, это известно не только в России, но и в странах Европы. Это кондитерская фабрика «Спартак», это наши прославленные гомсельмашевские сельхозмашины, наши калинные удобрения, ну вот с химзавода, да. Что еще я знаю? Ну, вообще Гомель – самый лучший город. Я здесь родилась, и меня всегда, вот я хоть живу в Питере уже давно, но всегда приезжаю, но наш парк – самый красивый парк. Это тоже бренд города, с его лебедями, с его речушкой, гомеюки, или как она уже теперь называется, не знаю. Вот, и очень хорошие люди, добрые и отзывчивые, и гостеприимные, хлебосольные. Это тоже бренд? Это тоже бренд. Я считаю, к ним можно отнести экономический форум и выставку «Весна в Гомеле». Всегда хорошо, когда люди собираются вместе, тем более, ну, как бы из разных мест, я не знаю, Европы, СНГ, там, откуда они приезжают, ну, с дальних концов, наверное, с дальнего зарубежья, вот. Это всегда хорошо, лучше разговаривать, друг с другом общаться, что-то придумывать интересное, взаимовыгодное, скажем так. Ну, экономика-то всегда лучше, чем какие-то там, я не знаю, столкновения, если уж на то пошло. Вот, если все друг с другом торгуют и взаимовыгодно, то, как бы, всем и хорошо, собственно говоря. Поэтому то, что в Гомеле проходят такие мероприятия, это по-любому плюс для всех. Ну, и в первую очередь для нас. «Первое – это парк. Второе – людьми. Хорошие люди в Гомеле живут, дружественные». «Чем Гомель может гордиться? Наверное, продукцией может. У нас даже россияне знакомые, мы в Россию ездим, мы свою продукцию возим туда, продукты питания, мясные привозим. Что еще? Косметика неплохая». «Парк и дворцово-парковый ансамбль – это самое, что самое-самое в Гомеле. А вообще мне он всегда нравился, всю жизнь. Я 30 лет прожила в Саратове, вернулась и не нарадуюсь, что я вернулась сюда и как мне нравится Гомель. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии – генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марин Филонова. Марина Владимировна, ну, такой достаточно патриотичный опрос гомельчан получился у моих коллег. И в то же время он по-настоящему правдивый. Как по-вашему, гомельчане, качество нашей продукции и вообще сам Гомель может быть брендом? Конечно. И мне очень понравился один ответ, когда женщина сказала «Гомель – самый лучший город». Вот это та цель, к которой мы стремимся. Все наши мероприятия, они нацелены именно на это. Мы хотим, чтобы Гомель именно таким воспринимался. Потому что мы его любим, мы знаем, какой он красивый, мы знаем, что у нас чудесный парк, мы знаем, что у нас чудесные люди, что у нас хорошая продукция. И мы хотим, чтобы многие названия, которые в своем корне не имеют с Гомель как слова, мы хотим, чтобы это ассоциировалось все-таки с нашим регионом. Когда они один раз увидят нашу выставку, когда они проедут по улицам города, когда они увидят парк, наши гости, то, конечно, они будут потом это уже визуально у себя складывать во впечатление о самом лучшем городе. Конечно, много говорили гомельчане о качестве. И в центре любого бренда все-таки действительно качество, которое, с одной стороны, не нуждается в рекламе, с другой стороны, той самой рекламой и является. Как, по-вашему, все ли наши производители, имея качественную толковую продукцию, которую ценят и здесь, и за рубежом, научились правильно себя позиционировать? Ну, это уже, скажем, такая серьезная тема, которая требует постоянной работы. И, конечно, не все предприятия умеют правильно себя продвигать. А если мы говорим о том, над чем мы работаем, кстати, на выставке мы будем проводить много семинаров и мастер-классов, именно касающихся продвижения продукции. Потому что конкуренция растет. Она очень серьезная и для крупного бизнеса, и особенно для тех предпринимателей, которые только сейчас начинают работать. И они должны понимать, как продвигать свою продукцию, потому что от этого зависит их финансовая составляющая. И результат того, выживут они или не выживут в своем бизнесе. То есть в этом тоже видите стратегическую миссию выставки. И международная весна в Гомель, о которой сегодня этот неполный час мы говорили. И небольших региональных, которых тоже достаточно много на протяжении года проходит в Гомельской области. Да, порядка 30 выставок мы проводим ежегодно в Гомельской области. Кроме того, мы присутствуем во всех областях. Имея выставочное оборудование, мы застраиваем выставки. И в других, во всех областях Республики Беларусь. И, в общем-то, благодаря этому тоже присутствуем на тех выставках. И имеем возможность учиться и развиваться самим, как выставочником. И в завершении, Марина Владимировна, знаю, что вы человек прогрессивный. Постоянно следите за международным опытом. Какой хотите видеть выставочную деятельность здесь, в Гомельской области? Какой она должна стать? Потому что если не будем развиваться, сами понимаем, эффект будет угасать. Вот мы уже сегодня говорили о том, что такие мероприятия должны быть событийными. Они должны быть индустрией. Ведь мы же привыкли говорить, что индустрия чего угодно. Праздник качества, если хотите. Да. А есть понятие индустрия встреч. И это действительно понятие, которое сейчас очень серьезно продвигается. А индустрии встреч тоже надо учиться. И каждый регион хочет привлечь к себе гостей и особенно бизнес. Поэтому это действительно индустрия. И в ней очень много лиц. И то, что мы сделаем в этом году, семь мероприятий в рамках весны. Этого, к сожалению, тоже недостаточно. Поэтому есть куда растеть. Не скромничайте. Хоть бы все успели посетить и эти мероприятия. Очень надеемся. Мне вот понравилась индустрия встреч. А как, по-вашему, у Гомеля есть шансы стать со временем, может быть, совсем скоро столицей этой индустрии встреч, как минимум в масштабах страны? А почему нет? Мы находимся в таком прекрасном регионе. Такая географическая составляющая у нас. Поэтому за нами огромный рынок. И поэтому очень многие проявляют интерес к региону. Сейчас интерес сместился с западной границы, к восточному. А здесь мы. Марина Владимировна, спасибо за этот разговор. Полезно и интересно. Ждем всех на выставке «Весна в Гомеле». А я же напомню, что сегодня гостей программы «Диалог» была генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин